Поскольку Haskell обладает богатой системой типов, то очень часто само имя типа, конструктор типа, возможно, с какими-то параметрами, является очень большим. Поэтому часто удобно для большого структурно сложного конструктора типов задавать более простой, более компактный синоним. В Haskell для того, чтобы задавать синоним типов, используется ключевое слово type. Давайте посмотрим, как это работает. Стандартный синоним типа задан в стандартной библиотеке, и мы им уже неоднократно пользовались, правда, не объясняя синтаксическую конструкцию, которая была для этого использована. Для списка значений типа char используется синоним string. Эта запись закомментирована, потому что иначе повторное определение синонима, который уже определен в стандартной библиотеке и экспортируется из прелюды, будет конфликтовать с тем, что я здесь написал. Итак, вот такая вот инструкция, ключевое слово type, дальше имя синонима, равенство и выражение типа. После того, как мы задали такое определение синонима, мы можем использовать этот синоним там, где мы раньше использовали список значений типа char. Ну вот, например, функция all принимает некоторый предикат, в качестве второго аргумента она принимает список, поскольку предикат из upper переводит тип char в тип bool, то, соответственно, список, который здесь ожидается, это список значений типа char. Но мы можем использовать синоним string для того, чтобы записывать короче или для того, чтобы просто было понятнее, о чем идет речь. Мы можем, конечно, пользоваться не только встроенными синонимами типов, но и определять свои собственные синонимы типов. Следующий пример показывает, каким образом мы можем определить подобный же синоним типа. Мы для списка значений типа integer определяем синоним integer list, список значений типа integer. Теперь мы можем пользоваться соответствующим типом integer list в разных контекстах. Ну, например, мы можем определить некоторый список и явно указать для него именно этот тип. let.xs имеет тип integer list. Ну, естественно, мы должны задать какой-то список. Ну, давайте сделаем простой список 1, 2. Вот теперь полноценное выражение у нас готово. Вот. Правильно. Итак, xs связывается со списком значений 1, 2, и мы говорим, что это список значений типа integer, указывая наш синоним тип в качестве типа всего выражения. Для, когда мы пользуемся синонимом типа, то все интерфейсы, которые определены для данного типа, для списка типа integer, например, они работают. Ну, например, список является, обычный список является представителем класса типов show, если элементы, конечно, являются представителем класса типов show, и мы можем integer list выводить на консоль. То есть все классы типов, все интерфейсы при использовании синонимов типов у нас сохраняются. Мы можем пользоваться синонимом типа и самим типом вперемешку. Например, давайте определим точно такой же список ys, но типизируем его немножко по-другому, не используя синоним, а используя то, к чему мы делали синоним integer list. Вот у нас есть два списка xs и ys, хотя визуально у них типы разные, на самом деле тип у них один и тот же. Мы можем, например, пользоваться оператором сравнения, который требует двух одинаковых типов в качестве аргумента. Но он замечательно работает, потому что это на самом деле одинаковые типы. Итак, синонимы типов это довольно простая конструкция, которая позволяет нам просто писать, создавать другое имя для уже существующего типа. Естественно, что синонимы типы мы можем использовать в любой функции, где и у нас использовался базовый тип. Вот, например, в качестве примера мы приводим функцию sumSquare, с которой суммируют квадраты элементов списка значений типа integer. Мы пишем соответствующее определение в бесточечном виде, но тем не менее тип подсказывает нам, что тот список, которому все это должно применяться, это список значений типа integer. Ну, функция довольно простая, она берет список значений типа integer, отображает с помощью функции map функцию возведения в квадрат, то есть мы получаем список квадратов, ну а дальше мы сворачиваем получившийся список с помощью суммирования. Следующая идея, которая нам необходимо познакомиться, это идея параметризованных синонимов типов. В синонимах типов мы можем задавать параметры, то есть тип у нас может быть типом с параметром. Перед нами тип списка, тип списка, содержащего значения типа k и типа v. Это параметры, подразумевает, что это список пар, в котором в каждой паре первый элемент представляет собой ключ, key. А второй элемент значение, value. И мы можем работать с этим списком напрямую, но можем задать более говорящее имя. Такой список называется ассоциативным списком, и поэтому мы задаем тип ассоциативного списка, и те параметры, которые мы использовали в правой части, мы должны указать в левой части. Таким образом, ассоциативный список, это у нас двухпараметрический оператор над типами, которому должен быть передан тип ключа и тип значения, для того, чтобы мы получили полноценный тип. Как можно использовать этот тип? Точно так же, как вот такой вот тип. У нас была функция lookup для работы с ассоциативными списками. Вот ее версия, переписанная на языке синонимов типов. Фактически она ничем не отличается от предыдущей версии. Мы пишем функцию lookup-штрих, и говорим, что мы туда передаем значение ключа. Значение ключа должно быть представителем класса типов EQ, потому что ключ, переданный сюда, нужно сравнивать с ключом, который у нас лежит в ассоциативном списке. В качестве второго аргумента мы передаем ассоциативный список. И, наконец, возвращается значение value, упакованное в контейнер maybe, поскольку мы можем либо найти в нашем ассоциативном списке значения с таким ключом, тогда используется конструктор just, либо не найти, тогда используется конструктор nothing. Ну, собственно говоря, определение ничем не отличается от того определения, которое было у функции lookup. Единственное отличие, что мы здесь используем синоним типа с параметрами. Когда мы пользуемся синонимом типа с параметрами, мы можем использовать частичное применение. Давайте посмотрим, как это работает. Мы в самом начале нашего модуля, у нас присутствовали директивы импорта. Мы импортируем модуль dataMap. Модуль dataMap содержит тип данных map, который представляет собой словарь, то есть пара ключ-значения, упорядоченная, отсортированная по ключам. Этот модуль dataMap содержит большое количество функций, которые имеют те же самые имена, что и функции над списками из прелюдок. Поэтому мы импортируем этот модуль квалифицированным образом, используем инструкцию importqualified. Но поскольку писать перед каждым именем data.map.имя функции или имя какого-то конструктора довольно долго, мы еще используем ключевое слово s и говорим, что имя этого модуля будет просто map. То есть это локальный псевдоним для имени модуля. Ну а теперь после того, как мы обсудили, как у нас устроен наш импорт, давайте перейдем к примерам. Пример у нас простой. Мы берем конструктор типа данных map. Он двухпараметрический. Если мы посмотрим на конструктор типа данных map, а это конструктор типа, поэтому я спрашиваю не про type, а про kind, то мы увидим, что у него есть два параметра, ну точно такой же, как у ассоциативного списка, тип ключа и тип значения. Пускай мы хотим работать с контейнерами, в которых значение произвольно, а ключи имеют целосчисленный тип int. Тогда тип, с которым мы будем работать, имеет вот такой вот вид. Map.map, примененный к int. Это частичное применение нашего двухпараметрического конструктора типов к одному из своих параметров. Действительно, если мы спросим про kind, вот в правой части, map.map, примененный к int. мы обнаружим, что это уже частично примененный конструктор типа, становится однопараметрическим. То есть нам нужно туда передать еще что-то и получить соответствующий уже замкнутый тип, который мы можем использовать при построении выражения типа. Но мы можем вместо того, чтобы писать вот такую вот длинную конструкцию, можем использовать ключевое слово type и задать короткий синоним. int.map. int.map ведет себя в точности так же, как map, примененный к int. Действительно, давайте посмотрим на kind этого самого int.map. мы видим, что это действительно однопараметрический конструктор типа, который создаст нам при передаче туда типа значения, даст нам замкнутый тип.